Добрый день! Это программа интервью дня. Меня зовут Дарья Масалова. Гость нашей открытой студии, паралимпийц, призер чемпионата мира 2015 года в Канаде, Александр Ветров. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Вам спасибо, что позвали. Вам 20 лет, спортом вы занимаетесь горнолыжным с 5. Да. То есть уже 15 лет, практически всю свою сознательную жизнь. Так и есть. Почему именно этот вид спорта, кто вас привел туда? Ну, конкретно этот вид спорта, потому что у меня отец, тренер, он всю жизнь сам занимался, и у меня только одна дорога была. Других вариантов не было. Других вариантов не было, только на гору идти. Ну и вот помните, вот первый раз, когда вы еще были совсем маленьким, когда это было, когда вы первый раз встали на лыжу? Я, к сожалению, самый первый раз не помню, но помню свои первые соревнования, которые проходили здесь, в Белокурихе. Там проехал так себе, но начало положил к результатам будущим. Ну, а любовь к спорту все-таки она появилась, или вот вы как бы, потому что папа сказал надо, поэтому пошли, или потом вы влюбились в этот вид спорта? Естественно, появилась. Если бы не появилась, то я бы до сих пор этим бы не занимался так долго. Только любовь и держит к драйву, к скорости, к адреналину. Хорошо, ну а тяжело, когда папа, отец и еще и тренер вот это осложняет, или наоборот это помогает? Это наоборот помогает. Мы уже вместе работаем достаточно долго. Нашли общий язык, как в плане тренировочном, так и в отношениях. То есть у нас все налажено, все отлично. Ну, я знаю, вот вы нам сказали до интервью, что две недели назад вернулись из Австрии, проходили у вас там тренировки. Да. Где это было именно? Это было местечко Хинтертукс, ледник. То есть там круглый год снег, вот, постоянно можно тренироваться непосредственно горными лыжами. Ну, а в основном у вас тренировки, вот вы вообще мотаетесь по разным городам и странам, да? Да, очень, очень обширная география, так скажем, путешествий. Ну, а это такая стационарная тренировочная база, у сборной находится где? Стационарной базы нету, в основном. Мы постоянно то там, то там соревнований очень много в течение года, и на одном месте долго не засиживаемся, все время в движении. Но сейчас вы в Белокурихе, вот уже две недели, тренировки у вас проходят здесь, на родной земле. Ну, легче здесь помогают родные стены? Конечно, тут отличный воздух, отличная природа, есть все условия для тренировок, погода радует, то есть места, где тренироваться тоже, все это здесь есть. А сколько тренировок в неделю у вас? От 10 до 12. От 10 до 12 в неделю? Да. Не жалеют вас? Не жалеют. Ну, а что сейчас делаете? Снега здесь нет, чем занимаетесь, какие упражнения? На данном этапе надо готовиться к зиме, то есть сейчас общие физические упражнения, бег, прыжки, работа в зале с весами, с разными. Вот, на данном этапе этим занимаемся. Но вы пока тренируетесь один или приехали еще другие ребята из сборной России? Пока один, ребята приедут сюда через месяц. А сейчас где они? Сейчас по домам все, все дома также тренируются. Откуда, ребята, у нас такая состав? Вот какие регионы представлены? Регионы у нас Московская область, Калининград, Камчатка, Красноярск. Вот основные ребята оттуда. Хорошо. Ну, в 15-м году вы завоевали бронзу на чемпионате мира. Да. Расскажите, как это было и тяжело ли далась вам победа, вот третье место? Конечно, тяжело. Я к этому готовился всю жизнь. То есть шел шаг за шагом постепенно. Были и взлеты, и падения до этого. Но это было все необходимое, чтобы подготовить себя конкретно к этому результату. На данный момент это уже все в прошлом. Надо готовиться к следующему чемпионату мира и к Паралимпийским играм. У нас все-таки вспомните вот эти эмоции, которые вот в прошлом году вы получили. Вы-то вообще, в принципе, остались довольны с собой? Конечно, доволен. Но поначалу эмоций никаких не было. Осознание того, что вообще стал призером чемпионата мира и что получил медаль, пришло где-то через неделю после непосредственно этого события. То есть сразу не прочувил. Ну, а разбор полетов, ошибок был потом с тренером? Естественно, все обсудили. Мог бы еще лучше проехать. То есть мог бы результат был еще больше. Но я не останавливаюсь на достигнутом, постоянно совершенствуюсь в технике. Ну, а удалось вообще посмотреть Канаду, вот где-то прогуляться, пройтись или все, только вот тренировки и все? Только гора и отель. У нас постоянно так. То есть в каждой стране приезжаем на место, гора, гостиница. Больше ничего не запоминаете, да? Да, в основном. Хорошо. Впереди у вас чемпионат мира 2017 года, который пройдет в Италии. Да. То есть активно сейчас упор на это делаете? Абсолютно. Все силы брошены на это. Хорошо. А паралимпийские игры, которые будут в Трио Де Жанейро, о них вы говорите? Нет, это будет в 2018 году зимняя олимпиада в Корее. Ну, а есть шансы, что уже точно туда попадете или пока все зависит вот от... Пока все. Весь упор на чемпионат мира. Об этом пока не думаю. Но то, что вы прошли на чемпионат мира, это уже точно, да? Да. Это уже 100%. Хорошо. Ну, а главная ваша такая вот спортивная мечта какая все-таки? Стать паралимпийским чемпионом. Это мечта любого спортсмена. Хорошо. А скажите, как складываются взаимоотношения в команде? Вот поддерживаете друг друга? Общаетесь ли вне спорта? Естественно. Или, в принципе, всегда проводите время вместе? Команда у нас одна большая семья. Мы постоянно общаемся, держим связь, не теряем друг друга. В команде всегда теплые отношения. Мы шутим, разговариваем. Ну, все как обычно. То есть ничего плохого нет. Хорошо. Но я знаю, что вы еще учитесь в ПЕД-университете, в Барнауле. Вообще остается время-то на учебу? Конечно, остается. Когда сезон кончается, остается пару месяцев. Я хожу и сдаю все экзамены сам. Экзамены, да? Да. Хорошо. Скажите, после тренировок изнуряющих, изнурительных, после сборов, вот как любите отдыхать? Что делать? Просто гулять по родному городу. Да, кстати, вы не уехали из Белокурих. Я думаю, в принципе, у вас была возможность сменить место жительства. Почему остались все-таки здесь? А для чего это? Здесь все условия есть. Здесь спокойно, тихо, красивая природа, воздух чистый. Все, что нужно, есть. Для чего куда-то уезжать? Саш, ну вот вы много где бываете, в разных странах, общаетесь с ребятами. Вот если сравнивать другие регионы и наш Алтайский край, вот насколько у нас хорошо развивается горнолыжный спорт и вообще поддерживают паралимпийцев? Хочу сказать спасибо Алтайскому спорту управлению и губернатору Алтайского края. Благодаря ним спорт в нашем крае в данный момент вышел на новый уровень. То есть раньше было по-другому, да? Ну а есть регионы, где не так активно развивается, да, именно? Да, конечно. У нас в Белокурихе, в Алтайском крае во всем столько гор, столько можно развить, и это все развивается постепенно. Когда-нибудь это будет самый первый курорт горнолыжный в России. Хорошо, пусть так и будет. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях был Александр Ветров, спортсмен, горнолыжник, паралимпиец, призер чемпионата мира 2015 года. Хорошего дня, оставайтесь на нашем канале.